Специально для диванных экспертов и критиков. Это ролевая игра по вселенной метро 2033. Абсолютно все фракции и их идеологии взяты из одноименной книги. Мы не пытаемся кого-либо оскорбить или унизить. Это всего лишь ролевая игра. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Марти и это серия видео с ролевой игры метро. Игра проходила в недостроенном военном бункере, который располагается в Крыму недалеко от Севастополя. События игры происходят в московском метрополитене, всего через несколько лет после ужасной ядерной войны, которая загнала под землю остатки выживших жителей Москвы. Всего на этой игре есть три фракции, каждая из которых контролирует свою станцию. Четвертый рейх, который занимает станцию Пушкинская, пожалуйста не путайте с третьим рейхом, это разные вещи. Красная линия или же коммунисты на станции Площадь революции и Ганза на станции Курская. Также ближе к выходу на поверхность есть небольшая станция, которую занимают сталкеры. Каждая станция метро по сути представляет из себя независимое государство, которое имеет свою собственную замкнутую экономику и может либо торговать, либо враждовать со своими соседями. Для выживания каждой станции необходимо добывать, выторговывать или производить множество ресурсов, такие как еда, вода, строительные материалы, медикаменты, оружие, воздушные фильтры и конечно же люди. Мы с Аленой живем на станции Ганзы и работаем с журналистами. Это позволяет нам почти свободно перемещаться по всему метрополитену и общаться с разными фракциями. На нашей станции мы оборудовали себе полноценное рабочее место. Принесли с собой стол, компьютер и принтер, чтобы распечатывать газету «Мое метро». В ней мы будем описывать самые важные события, которые происходят в московском метрополитене. Первый выпуск нашей экспериментальной газеты готов и распечатан. В нем я рассказал о непростой политической ситуации, которая сложилась в метро в данный момент. Первым делом несу на ознакомление начальнику нашей станции. Теперь нам необходимо посетить другие станции, чтобы раздать там тираж нашей газеты. Дорога туда довольно опасная, поэтому моей газете выделили определенный бюджет, чтобы я мог нанять охрану. Напомню, что в метро деньгами являются качественные патроны довоенной эпохи. Я договорился с одним из бойцов группировки «Спарта», чтобы он проводил нас до соседней станции. У меня с собой тепловизор. Я могу смотреть. Во время выходов за пределы нашей станции в основном я буду снимать на ночную камеру с инфракрасным фонарем, поэтому качество будет соответствующим. Спартанец! У меня с собой есть тепловизор, если что, могу смотреть вперед. Можем идти. Куда? Направо, налево? А, нам прямо, ну, на красную линию. Справа чисто. На этой игре я использую карманный тепловизор, который мне подарил магазин умной техники «Даджет». На моем канале уже выходил обзор данного девайса, ссылка на вашем экране. На сайте магазина «Даджет» также есть немало других компактных тепловизоров, в том числе и линейка «Компакт», которые подключаются к смартфону или планшету. Они в первую очередь предназначены для технических целей, но и для обнаружения людей и животных они также неплохо подходят. Вы можете получить скидку в 10% на любой тепловизор по промокоду «МАРТИ». Ссылка на магазин в описании к видео. Вскоре мы добрались до блокпоста «Красные линии» и отпустили нашего охранника. Вот, мы идем. Оружия нет, смотрите. Один, конечно! Стой! Стой здесь! Мимо нас прошел вот этот персонаж. Пожалуйста, хорошенько его запомните. Это пригодится в будущем. Я один, я прохожу. Быда имеется? Да! Так вот, предъявляем на предмет инфекционных заболеваний. Инфекционных, радиационных, биохимических, биологических. Сейчас, секунду. У меня должно быть все нормально. С какой целью? Точно. С целью раздать нашу газету «Майометро». Мы проходим по станциям и пообщаться с кем-нибудь. Взять материал для дальнейших выпусков. Вы понимаете, что коммунистическая линия достаточно консервативна в своих взглядах? Конечно. Именно об этом мы и хотим поговорить. Конкретней тематика нам нужно доложить. Ваше мнение о политической обстановке в метрополитетене. Вам придется подождать, нам надо отправить человека. Мы можем дать, кстати, нашу газету уже распечатанную. После некоторого ожидания нас все-таки сопроводили на станцию. Для беседы нас пригласили в кабинет особиста. Гневальный, блядь! Гневальный, сука! Где боец на посту? Гневальный, блядь! Что за х**? Где б** е**аешь? Кто сказал, что я туда? Слышу. Слышу. Куда-то? Мы выпустили первый выпуск нашей газеты. Или попросили вас, что вы распространили среди своих жильцов. Среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, скажите, что отключите газ. Особист внимательно изучил нашу газету и разрешил ее распространить. Мы попросили разрешение взять интервью у генерального секретаря красной линии, товарища Москвина. Но, к сожалению, в данный момент он отсутствовал на станции. Поэтому пришлось брать интервью у особиста. Это станция красной линии, на которой люди продвигают власть пролетариата, где люди равны между собой. Чем конкретно занимается особое дело, конкретно я занимаюсь? Я занимаюсь пропагандой. Мы идем к мировой революции, в данном случае революции метро. Чтобы сэкономить ваше время, коротко перескажу вам основные тезисы. Мы коммунисты, мы стремимся к мировой революции в метро, мы за равенство, мы дружелюбные, мы хотим общаться и дружить с нашими соседями и ни с кем не хотим воевать. Ну, в принципе, как обычно. Мы закончили с красной линией и двигаемся на станцию Рейха. Мы добрались до станции Рейха и нам сразу решили организовать небольшую экскурсию. Здесь находится техник и оружейка. Техник в данный момент проходит обучение на повышение клавификации. Ну, стараемся поддержать порядок и дисциплину, поэтому стрелковое оружие, кроме личного неработающего состава, держим в пирамиде. Собственно, стверная фирма находится рядом с нашим медсанблоком. Добрые хрюшки. Добрые. Да, как минимум по сотке каждый. Я одну пытался поднять. Тяжело. Швейные мастерские. Как говорится, мы готовы, когда мы скажем слово «погреть», в прямом смысле, шьем одежду, чтобы людям в мире метро было не холодно и не болели, как на красной линии. А то и какая-то педельная такая. Как я люблю говорить, как коммунизм строят, так и работают. Это будущий генератор, работающий на воспроизводимом свинье топливом. Метанью. Метанью. Ну, собственно, гремная фирма. Она небольшая, это просто как в качестве эксперимента. Грибов немного, но тоже планируем разбить. Алёна, давай бумажки. Пожалуйста. Вот, хотели бы вам передать выпуск первой нашей экспериментальной газеты. Надеюсь, она вам понравится. Почитайте, распространите между, собственно, жильцами вашей станции. И мы хотели бы пару вопросов вам задать, это несложно. Да, без проблем, задавайте. Готовы ответить. Рейхсфюр, 4-го рейха, Кейн. Мы в своё время, когда только начали зарождаться, выбрали одну идею. Это метро или людей. Выбрали цель у своей, как сказать, идеологической борьбы. Это борьбы с мутантами. Мы на метро, в метро внутри. Временно. Мы, конечно, на поверхность выйдем. Мы должны выйти на поверхность города, бонятой головой. Чистые. И не заморать своё имя. В связи с мутантами. И не упасть. Остаться в терроризованное общество. Покидая эту станцию, мы случайно встретили того персонажа, которого я просил вас запомнить. Ой, а вы кто? Это не секрет. Вы местный обитатель? Нет, не местный обитатель. Да? А откуда вы? А мы с Красной ветки. А, с Красной ветки. Там даже есть реги-культура, я даже не в курсе был. Да нет, я, к сожалению, не в курсе. Начальник Красной ветки был. Внезапно это оказался генеральный секретарь Красной линии, товарищ Москвин. Вот в таком виде он в одиночку бродит по метро. Запомните этот момент. В будущем он ещё сыграет свою роль. Только так приходится передвигаться, чтобы не узнали. А, всё, окей, всё. Не палим. Удачи вам. Мы отправились обратно к нашей станции на территории Ганзы. Что у вас интересно тут происходит? Пока ничего. Что за крики были? Монстра проходила и ушла дальше. Хороший повод сходить на охоту за монстрами. Но это вы увидите в следующей серии. Первая серия получилась скорее ознакомительная, чтобы вы лучше поняли специфику данной игры. Все основные события будут происходить в следующей серии. Чтобы не пропустить её, подписывайтесь на канал, поддержите меня лайком, в описании также много полезных ссылок. И всем удачи на игре!